Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как проходит подготовка к празднованию 70-летия Победы? Каких подарков ждать ветеранам? И как волонтеры и жители города могут поучаствовать в общественных природоохранных акциях? Об этом говорим сегодня. В нашей студии председатель Совета Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Сахаров и руководитель проекта «Лес Победы» Ольга Куранда. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Ольга Евгеньевна, Иван Алексеевич. Добрый день. Ну, хотелось бы сначала общий вопрос задать по подготовке к такому великому празднику. Как он проходит с точки зрения ветеранских организаций? Вот вы сейчас в каком направлении работаете? С точки зрения ветеранских организаций, эта подготовка идет уже не один, а два года, наверное. И мы подготовку начали из составления перспективных планов, что можно сделать и на сегодняшний день. Для нас главная задача поставлена губернатором Самарской области в своем послании, чтобы ни один ветеран, участник Великой Отечественной войны, ни одна вдова, ни один труженик тыла не остались за бортом от этого праздника. И наши усилия вместе с Министерством социального развития и демографии, с Министерством здравоохранения направлены, чтобы дойти до каждого. У вас такие контролирующие и информирующие функции, да, вот поставили такую задачу, чтобы никто не остался там обделенным. И вы, вот ваши полномочия, функции какие? И не только это. Мы вместе с работниками социальной службы обходим вместе по домам. Это не значит, что мы только контролируем. То есть мы сами воочию изучаем этот процесс и общими усилиями находим пути разрешения. Ага, понятно. Это первое. Второе. На сегодняшний день идет большая акция увековечения памяти. И принято решение, значит, чтобы наши герои, забытые и не забытые, имели, так сказать, на домах таблички мемориальные, да, которые свидетельствуют о том, что в этом доме жил герой, который жизнь положил во имя сегодняшнего. А вот эти таблички, установка, это какой-то дате уже к празднованию или это вообще такая акция? Эта акция, она не только к празднованию, она раньше началась, но мы считаем, что к 70-летию Победы будет сделано практически большинство установлено вот этих домов. Да, потому что вот была информация, что, по-моему, миллион двести тысяч город потратит денег на вот установку вот этих мемориальных табличек. Так можно потратить и миллион двести тысяч, а повесить одну дощечку. Да, ну, главное, чтобы все, каждый... Вот главное, контроль и качество, качество и контроль. Вашим функциям мы с чего начали, к тому и вернулись. Скажите, пожалуйста, Ольга Евгеньевна, как экологи могут присоединиться к такому празднику, к организации и отмечанию, и увековечиванию памяти, вот как Ивана Алексеевич сказала? Мне к экологам трудно присоединить, хотя, конечно, я долгое время веду различные программы и проекты, касаемые как раз природоохранных, природозащитных. Да, вот вы известны, кстати, даже вот в интернете, собирала про вас информацию, как эколог вы очень популярны. На самом деле, дружу всегда и по всем акциям, которые как раз проводятся для того, чтобы и почистить территорию Самарской области и город, или какие-то вот сделать красивые, интересные дела в части посадки деревьев. У нас есть такое общероссийское движение, называется «Зеленая Россия». Это движение молодое, в Самарскую область оно пришло в 2013 году, и мы два года подряд под флагами этого движения проводили акции по уборке территории именно 31 августа, то есть перед как раз началом учебного года. И как ни странно, люди выходили, и достаточно интересные мероприятия, и много очень людей выходили, прибирали территории своих промышленных предприятий, территории городской черты, какие-то мусор и так далее. Понятно, но вы так издалека, с 31 августа подошли к 9 мая, а вот все-таки к 9 мая, где Победы, что вы, какие акции будут проводиться? Вот это общероссийское движение выступило с инициативой провести такой спецпроект, так называемый, «Лес Победы». То есть в честь каждого героя, в честь каждого погибшего во время Великой Отечественной войны, тружеников тыла, людей, пропавших без вести, высадить дерево. То есть, по сути дела, по всей стране поставлена задача посадить 27 миллионов деревьев. А на нашу, на Самару, на Самарскую область, сколько приходится деревьев? Ну, получается, сейчас стоит задача 900 тысяч деревьев. 900 тысяч? Это очень большая цифра. И, конечно, мы в весну не справимся, и Оргкомитетом было принято решение о том, что акцию нужно разделить на весенний период и на осенний период. То есть сейчас мы приглашаем жителей нашего города, жителей области принять участие в посадке деревьев, саженцев, сеянцев на территории лесных массивов, на территории лесничеств. То есть можно в любом месте посадить? Ну, а как вот сказать, что это будет именно в память о герое? Как это будет выглядеть все? Ну, у нас... То есть это не отдельная аллея, а можно сажать, где кто хочет? Можно приехать в лесничество, предварительно позвонив в это лесничество и договориться о том, когда именно на территории данного лесничества будет происходить посадка деревьев. Все контакты всех лесничих есть на сайте Министерства лесного хозяйства, там справа есть такая марочка «70 лет Победы», и при нажатии на эту марочку появляется как раз анонс проекта «Лес Победы» и все контактные телефоны, какие деревья будут высаживать. То есть лесничие предоставляют посадочный материал, предоставляют инструмент, предоставляют специалистов для того, чтобы рассказать, как правильно посадить дерево. Те люди, которые выезжают организованно со своими предприятиями, со школами, вузами. Ну, я так понимаю, что там есть специалисты, которые занимаются воспитательной работой, вот, и они уже продумали какое-то такое небольшое мероприятие, посвященное вековечиванию. Но есть звонки и заявки и от частных людей, которые... А вот сейчас уже можно высаживать деревья? Уже приступили к выставке? Нет, по погодным условиям еще нет. То есть это получается 18 апреля, 24 апреля, 5 мая, ну и там уже как нам разрешат. Иван Алексеевич, а ветераны и, может быть, члены вашей общественной организации как-то присоединятся к этой акции? Потому что акция очень масштабная и делается в честь, собственно говоря, героя ветерана. Я считаю, что мы уже присоединились. 13 лет на территории Самарской области идет акция приглашения к русской песне. Расцвела под окошко белоснежная вишня. Вот как связывается с деревьями. Она предусматривает, это инициатива Шевченко Аллы Павловны, кандидата педагогических наук, что каждый, кто участвует в этой акции, поет. Он должен еще посадить на память вишенку. А вы представляете, сколько можно посадить вишенок? Вот прошлый год приняло участие около 10 тысяч человек. Если по вишенке, 10 тысяч вишенок. А в зачет вот вишни не идут ваши акции? Все идет. Идет вот тоже в 900. У нас очень много разных активностей. У нас есть еще и сиреневые бульвары, аллеи по обиду, множество. И здесь важно символ павшему, какая-то жизнь. Пусть она даже материализована в таком очень важном для нас, для Самары, дереве. Посадить дерево. Да, причем человек, здесь двойная польза, потому что сам человек, который высаживает дерево, исполняет свою миссию, да, как говорится, посади дерево, воспитай сына и построй дом. То есть уже какую-то свою задачу он выполняет, поэтому с двух. Хотелось бы, знаете, еще что уточнить. Вот в результате этой акции деревьями будет покрыта какая территория, вот как мы ее увидим, что вот результат этой акции, как мы визуально его увидим, где будут высажены эти деревья, где вот они появятся. Чтобы мы представляли, в каких точках, в каких местах? Ну, если в городской черте... Вот вы говорите лесничество, а где вот это вот лесничество? 18 лесничеств на территории города. Ой, города, извините, на территории области. И в этом году поставлена задача 100 гектаров посадить леса. Это очень большие, это очень большие объемы. Конечно, лесничества сами не справятся. Но если мы вот с такой активностью приедем, и каждый... А кто сегодня уже участвует, вот вы говорите, с такой активностью? Кто сегодня уже подключился к этому движению? Есть люди, которые интересуются, которые готовы высадить? Ну, у нас есть предприятия, которые уже подали заявки, в том числе Самар Трансгаз, РЖД, такие вот крупные, да. И плюс ко всему очень активно участвуют школы, и активно участвуют вузы. Вот, поэтому сейчас, плюс ко всему, мы сделали рассылку еще и на все районные администрации. И районные администрации тоже поднимают и приглашают людей. Да, но это добровольное дело, или, так скажем, довольно принудительное? Когда вы начали называть организацию, я думаю, сейчас скажут вот под козырек команда и... Нет, знаете, очень удивительно, что люди звонят и говорят, у нас столько-то волонтеров, мы берем авто. Единственная проблема, может быть, и больше было бы волонтеров, что активность велика и желание великое. Нет транспорта для того, чтобы волонтеров вывезти в то или иное. Иван Алексеевич, а вы можете проблему транспорта, как вы говорите, мы ходим, узнаем проблему и пытаемся ее решить. Да, конечно, где-то мы ее решаем, эту проблему, а где-то нам помогает. Во всяком случае, решать проблему транспорта, конечно, это и ветеранское дело, но и не ветеранское. Здесь можно рассчитывать и на свой транспорт, который мы имеем, как бы привлечь его. А как организовать? Нужно же выстроить эту логистическую схему. Ну, я вам скажу, вот недавно я был в Красноармейском районе, у меня там была черта-перевыборная конференция, я задал вопрос. Вас переизбрали? Извините. Нет, районный. А, по району, да, я думала бы выставить вас. Я задал вопрос, скажите, пожалуйста, какой праздник 22 апреля ветераном? Кто? Ну, все сразу называют, день рождения Ленина. Да, и я даже не ветеран, но тоже мне почему-то попросило. Я говорю, а еще, и опять какой-то праздник новый, а ведь 22 апреля день земли. Так если правильно подходить ко всем вопросам, можно сочетать несколько праздников, а в день земли можно столько тоже посадить, а уже земля прогреется к этому моменту. В данном моменте уже можно много. Пожалуйста, возле дома посадите, сделайте аллейку вдоль дорожки, это я имею в виду муниципальное образование, у которых много проблем, но я скажу, что они очень в этом году убрали свою территорию, сколько ездят, да, а в городе тоже, пожалуйста, дворы приводите в порядок, проведите вокруг, уборку вокруг саженца, найдите возможность его дополнить, если он погиб, его надо заменить. То есть вот эти процессы все, приуроченные к дню земли или к другим мероприятиям, да, тоже к дню рождения Владимировича Ленина, ничего страшного. Приурочить можно, а где взять транспорт? Конкретно какой транспорт нужен? Автобус нужен. Автобусы для того, чтобы вывести людей до места посадки, привезти обратно. У нас на сегодняшний день муниципальное образование, то есть школы в муниципальных образованиях и в городах некоторые имеют свой автобусный парк. Людей приводят для занятий. Задача в том, чтобы привлечь их, заинтересовать вот эти организации, которые имеют свой парк. Мне думается, что это много зависит от тех руководителей, которые заинтересованы, чтобы в честь каждого воина было посажено в дерево. А в чем этот интерес? Их же тоже нужно как-то мотивировать привлечь к этому руководителей? Вот мы сегодня их и привлекаем, приглашаем. Примите, пожалуйста, участие. Выделите транспорт для того, чтобы детей привезти и посадить в этот день по одному, два, три, четыре дерева. Не только детей, взрослые очень хотят. Какие даты приблизительно, чтобы люди ориентируются? Школьный автобус, есть школьный автобус. Ну, конечно. Это вот будет уже в апреле 18-го? 18-го, 24-го и 5-го мая. Вот прямой вклад в дело озеленения или в дело посадки. И в дело увековечивания памяти. И в дело увековечивания памяти. Ну, у нас очень интересно в Самаре решается этот вопрос. Потому что в Самаре, конечно, в городе не посадишь дерево. Почему? Ой, где не посадишь лес Победы. Как лес. Нет таких территорий, площадей. Потому что, если даже и кажется, что какая-то неустроенная площадка, наверняка там какие-то коммуникации нельзя. То есть вот бездумно, да, вот ты решил сейчас присоединиться человек к акции, выйти, посадить самому, брать что-то где-то, искать и сажать, не нужно. Он, конечно, может посадить, но потом окажется, что эта территория занята какими-то коммуникациями, дерево может навредить даже. То есть информацию от вас о месте, где можно сажать, нужно получать? Тоже нужно, да. Нужно заполнить заявочку. Она у нас тоже на сайте размещена. Но в городе было принято решение о том, что у нас есть школы, которые носят именно героев. Вот. И к нам пришло более 20 заявок о том, что школы хотят тоже увековечить память внутри своей территории и высадить красивые, интересные деревья. Поэтому Департамент благоустройства и экологии практически все заявки удовлетворил. Даже детские сады у нас вышли с такой инициативой. И тоже будет, ну, такое интересное. То есть какой-то полисадник или аллея. А саженцы уже готовы, Ольга Евгеньевна? Да, Департамент благоустройства. Всем практически дали ответы. И в основном это какие деревья будут появиться у нас? Ну, там есть и ели, и ивы, рябины, липы. То есть хорошие деревья. Да, и плюс еще вишни. Вишни. Еще сирени есть у нас. Ну, это прекрасно. Вишня пусть цветет. Город-сад будет. Буквально, знаете, хотела бы узнать, почему именно на эту проблему нехватки леса деревьев обратили внимание. Действительно она такая актуальна. Потому что, ну, кажется, что деревья-то у нас есть в городе, аллеи, парки и так далее. А в чем проблема? Вы же все-таки решаете проблему низкой лесистости, профессионально говоря? Конечно, в городе катастрофически не хватает лесных насаждений. Потому что в связи с застройкой территории, высотными домами, меняются климатические условия. И необходимо высаживать деревья таким образом, чтобы все-таки у нас, ну, как сказали экологи, был выстроен некий рекреационно-экологический каркас городской среды для того, чтобы нам дышалось хорошо, чтобы у нас не было шума, чтобы у нас был кислород, чтобы у нас, ну, хоть как-то улицы были почище, чем сейчас. А в результате проведения вот этой акции 900 тысяч деревьев уровень лесистости повысится в городе, да? Нет, зачем? Это по всей области. И по области. Мы надеемся на то, что все-таки, да, деревца приживутся, и это будет красивый лес, замечательный, который мы будем видеть постоянно, отдыхать, и он принесет нам благости для нашей территории. Потому что она у нас сейчас опустынивается, и это очень важно, что лес нужно высаживать, нужно восстанавливать лесные просторы. Иван Алексеевич, с какими проблемами все-таки вы сталкиваетесь? Потому что времени осталось немного, да? Вот вам поставили такую задачу крандиозную, чтобы все были довольны, так скажем, обеспечены. Что мешает? Вот какие вот камни-предкновения есть? Проблем очень много. Они и естественные, и субъективные, и объективные. Ну, я еще раз хочу сказать, на сегодняшний день, ну, грубо говоря, каждый день у нас из жизни уходит кто-то из участников Великой Отечественной войны. Вот сейчас идет награждение, вручение их медали, 70 лет победы. Проблема, чтобы эта медаль дошла вовремя, проблема. Я скажу, что муниципальный, то есть исполнительная власть с этим справляется, как-то реагирует быстро и прочее. Теперь увековечение памяти, ведь тоже проблема. Наверное, не секрет, что на сегодняшний день наш город страдает еще ветхим жильем. Ведь тоже проблема. Кто гарантирует, что там не прописан какой-то участник Великой Отечественной войны или кто-то вдова, да? А проблема, вот решите, проблема ветхого жилья в чем? Получается, что это труднее для ветерана решить ее, предоставить новое жилье? Ну, я бы не сказал, что труднее, но есть психология некоторых ветеранов, да я еще и тут доживу, пусть мои дети поживут получше. Получая квартиру, он оставляет своим детям. А сам, как был без квартиры, так и остается. Но я еще раз говорю, на сегодняшний день, вот с приходом Николая Ивановича Меркушкина, очень жестко контроль усилился. У нас до 9 мая, ну это было на неделю давности, 360 человек, которые должны были получить квартиру, и было официально заявлено, что все 100% будут обеспечены жильем. До 9 мая. Да, но с нашей стороны должен быть жесткий контроль. Конечно, да. Раз сказали, значит да. Деньги под это есть, деньги выделены. И теперь, значит, вот хотелось к классикам обратиться, ведь хорошее стихотворение есть. Значит, простое, когда шел старик дорогой полевой, вырыл вишню молодую где-то, и довольный нес ее домой. А потом подумал, а дайте-ка я на память у дороги вишню посажу. И пусть она растет большая, прибольшая, пусть купается в свету, потники под ней отдохнуть прилягут. И может вспомнят обо мне. И вот каждый человек, который сегодня будет сажать, он тоже будет каким-то образом, я знаю, вот оргкомитет продуман, каким-то образом отвечен. У нас будет такой сертификат. Каждому, кто высадит дерево. Каждому, кто высадит дерево, мы сделаем, стараемся каждого героя отметить за то, что все-таки люди приняли участие, и такой вот именной сертификат будет подготовлен. Действительно, хороший факт, потому что... И память будет хорошая, и дело будет хорошее сделано. И тот человек, ради которого посадили дерево, будет увековечен памятью. То ли в том коллективе, который сажал, то ли, так сказать, через оргкомитет пройдет обобщение это все. Это все есть история. Историей надо дорожить. Кстати, вот поименно, вот кого-то, вы знаете, в честь кого будет высажено это дерево? А вот к нам приходят заявки, как раз, и там люди пишут, в основном люди даже описывают. И не только имена героев, а кто, почему, где, какой подвиг, или, ну, просто чей родственник? Если мне придется, предположим, сажать, я стараюсь, что тоже, наверное, посажу дерево. Я, например, посажу в честь своего отца. Он участник Великой Отечественной войны, был механик-водитель танка Т-34. Сгорело три танка, сам жив остался, но в силу ранения он уже ушел из жизни. Поэтому пусть будет память и в моем сердце, и среди тех, кто сажает, это дерево напоминает, что вот в честь его тоже дерево посажено. И любой может так же, не обязательно, где человек родился. Родился он, предположим, в Ивановской области, а его родственник может посадить именно в городе Самаре, в Самарской области. Кто-то в Ивановской посаживает. Вот в этом и прелесть вот этой акции. Общего, такого дела большого, благородного. Ну вот здесь мы говорим не только об экологическом таком аспекте, но и патриотическом еще. Они смешиваются вот в два. И вы знаете, я хотела еще обратить внимание, потому что еще одна будет городская большая акция, это вот месячник по благоустройству. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к проведению таких акций городских? И в чем может быть, вот чего не хватает, чтобы все было вот приведено в порядок? Вот как нужно собраться, активизировать какую-то гражданскую позицию общественную, вывести человека на улицу, чтобы он помог убрать наш город к такому большому празднику? Вот как все это сделать? Наверное, самое главное... Потому что если отмечать 9 мая, вот в грязи... Чтобы не было черствости души, участия в доведении порядка, то ли на своей территории, то ли где с коллективом выходишь, чтобы понимать, что это не только для себя, а это делаю я, для города, я делаю для всех жителей. У нас же порой считается так, вот сидят, отдыхают вот женщины, летит бутылка из окна. Она, куда летит, кто летит? Она летит от человека, которому 30 лет, а сидят люди и говорят, вот мы его не воспитали. Воспитание начинается, будем говорить, в семье, а продолжается и обществом, и коллективами, и организацией общественной. Поэтому надо добиться так, чтобы не было равнодушных. Только через равнодушие совершается преступление. Если человек неравнодушен, он остановит, он поможет. А вот равнодушие – это самое страшное слово. Да, потому что действительно патриотическое. Если ты не любишь свой город, да, ты уже не патриот, ты уже не эколог, и вообще... Вот поражает вот такое отношение. Хорошо, где все экологи. Да, я вот как раз хотела спросить, экологи как-то присоединятся к теме благоустройства накануне Дня Победы? Какие-то акции будут проводить? Насколько я знаю, да, конечно, в обязательном порядке. Чтобы не только вот субботник, а еще что-то? Ну, я так понимаю, что да, у нас сейчас создается или создано общественное движение «За чистую Самару». Плюс ко всему у нас есть много общественных организаций, может быть, не в чистом виде экологи, но они активно пропагандируют раздельный сбор мусора, выступают на сайтах, в всех соцсетях. То есть вот эта полемика сейчас, она не только полемика, она уже превращается в какую-то жизнь, в какие-то наши установки, в то, что нужно не бросить. Мне кажется, мусора стало меньше за последние годы в Самаре. Мне так вот почему-то... А самое главное – организован вывоз его. Да, и организация вывоза такая уже достаточно серьезная, и общественные организации, если выходят с инициативой на департамент благоустройства, на мусор, на организации, которые вывозят мусор, им никто не отказывает. То есть берут и вывозят дополнительные какие-то. Вот Иван Алексеевич сказал про воспитание. Вы знаете, был один период, когда в каждом дворе валялись брошенные машины старые. Вы посмотрите, практически их не стало, практически. А было, я был вот управляющим микрорайоном номер три, что не дом, то брошена машина, то брошена лодка, то брошено другое. Во всяком случае, вот та работа, которую проводила городская власть, проводила, она дала свои плоды. И люди, когда один видит, что убирает сосед, и сам идет, тоже наводит порядок. Да, вот Ольга Евгеньевна, есть у вас свое представление, как нам все-таки приучить людей жить в чистом городе и не мусорить? Потому что вот вы уже затронули тему воспитания, но я думаю, что экологи должны как-то вот все равно дополнительно продумать. Я всегда говорю, что должна быть какая-то, наверное, тотальная пропаганда здорового образа жизни. Причем она должна касаться и души, и тела, и своего здоровья. В первую очередь, если люди будут понимать, что даже билетик, который мы после трамвая бросили, это уже вредит здоровью, собственному тебе здоровью. Ну, наверное, задуматься. В любом случае, все идет от себя. Если ты понимаешь, что ты вредишь сам себе, если ты даже равнодушен к окружающему миру, то тогда, может быть, ты притормозишь к тому, чтобы мусорить, чтобы бутылки бросать кому-то на голову и так далее. Это воспитание. И если реально хотя бы процентов 15-20 в населении будет воспитано именно вот в таком плане, то это большим снежным компом пойдет на мировоззрение других. То есть экологическое воспитание в школах сегодня, в детских садах, на каком уровне? Чем представлено, чем подкреплено? Вот что у нас с этим происходит? У нас много образовательных учреждений, в которых есть персональные программы по экологии, в том числе и вот деток учат и раздельному сбору мусора, и как себя правильно вести и так далее. И это имеет какой-то даже результат. Есть такое. Но не во всех школах. Это не обязательная программа, но эти программы есть, и они достаточно широко известны среди преподавательского состава. Поэтому те школы, которые заинтересованы, им внедряют. Очень много школ, которые занимаются, в том числе и сейчас будет в мае месяце «Чистые берега» акции. Тоже будут ребятки выходить. Есть школы, в которых существует чуть ли не пионерия зеленая, тоже у нас в Самаре. Есть такое. Да, есть такое. Хочется, да, чтобы уже не взрослым людям как-то штрафовали. Вот сейчас усиливаются меры, да, вот выбросил там, что-то там мусор, тебя поймали, штраф не вывез, мусор штраф. Мы должны добиться, чтобы все дети, все взрослые были причастны к какому-то хобби, так называется. Вот я недавно разговаривал с профессором Ощепковым Владимиром Михайловичем, вы знаете, да, наш великий, так сказать, режиссер, и он говорит, Иван Алексеевич, ну дай мне самого безобразного или там хулиганистого мальчишку. Я его поставлю, и он будет петь. А в хоре хулиганить некогда. Там жесткая дисциплина. Поэтому, если человека вовлекли то ли в художественную деятельность, то ли в шахматы, то ли в спортивную деятельность, то ли в борьбу за чистоту, за чистоту двора, улицы, города. И мне, когда просто-напросто будет ходить там сигареты, он будет понимать, что это нельзя. Окурок бросишь, идет дым, это же экология все. И мне думается, что вот на сегодняшний день много программ, они есть в государстве, которые нужно активизировать, наращивать, наращивать, наращивать. И общими усилиями мы и экологию сделаем, и патриотизм поднимем. Да, оно все вместе, все взаимосвязано. Да, мы вот как раз сегодня пришли к такому выводу, что это взаимосвязано. И я хотела бы еще вот, чтобы вы в конце рассказали, чтобы если телезрители, жители нашего города захотят проявить свою гражданскую активность, поучаствовать в этих акциях, куда им обращаться еще раз вот эту информацию? Куда, когда, где вот эту информацию? Если касается непосредственно Леса Победы, то нужно зайти на сайт Министерства природных ресурсов. И там есть отдельная такая марочка, называется «70 лет Победы». После нажатия на эту марочку как раз выйдет информация и анонс мероприятия, и где, с каким лесничеством можно связаться. И уже лесничие скажут, какого числа, где. Ну, я знаю, что все практически лесничие подготовили для такой акции места вблизи дорог, то есть в шаговой доступности, рядом с какими-то красивыми озерами или каким-то, ну, реально таким красивым местом, где люди могут не только посадить дерево, но еще и отдохнуть совершенно в таком нормальном, да, варианте, насладиться природой нашей замечательной, красивой и спокойной. То есть на сайт Министерства лесного хозяйства, просто набираешь, все это доступно. Иван Алексеевич, и хотелось бы у вас, если вдруг кто-то захочет к Дню Победы помочь ветеранам, откликнуться тоже вот на... Значит, я скажу так, у нас на территории каждого района города имеется Совет ветеранов. Так. На территории города Самары проживает 330 тысяч ветеранов различных категорий. Значит, Советы ветеранов четко знают и администрация районов, и знает общественность, которая, значит, вместе сотрудничает. И хочу обратиться ко всем ветеранам города Самара, значит, поддержать вот акцию «Зеленая Россия», найти возможность обратиться в свои ветеранские организации. Я знаю, что кроме девяти районных советов, единого городского совета, у вас еще находится порядка 300 различных первичных организаций. 400, там, 500. Дело в том, что ветеранское движение – это большая сеть. И по месту жительства, по месту работы и прочее. Да, ну вот, ой, поступил вопрос, у нас заканчивается время. Маргарита, вопрос ваш передам, обязательно телефон оставили. Спасибо вам огромное за вашу работу, успеха, удачи вашей акции и большой активности горожан. Желаю вам всего самого хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова